Мы продолжаем подводить итоги уходящего года. 2015-й был признан годом терроризма. Он начался с парижских терактов и закончился ими же. Жертвами беспощадных радикалов стали граждане Африки, Турции, Египта, Туниса, России и многих других стран. За большинством нападений стояли боевики организации Боко, Харам и Тегил. Подробнее в следующем материале. 2015-й год начался для парижан со страшной трагедией. 7 января на офис редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо» совершено вооруженное нападение. Жертвами теракта стали 12 человек, еще 11 получили ранения. Ответственность за нападение взяли на себя боевики террористических организаций Аль-Каида и Тегил. А за несколько дней до этого в Нигерии произошла не менее страшная трагедия. 3 января боевики захватили город Бага на северо-востоке страны и убили 2000 человек. Однако это трагическое происшествие мировые СМИ оставили без внимания. В этой африканской стране террористические атаки происходят каждый месяц. Как правило, за ними стоят боевики группировки Боко-Харам. 2 июля 2015-го экстремисты напали на населенный пункт Кукава и расстреляли 97 мирных жителей. В этот же день радикалы захватили еще три деревни и убили еще 50 человек. Боко-Харам, которая базируется в Нигерии, совершает нападение и на соседний чад Камерун и Нигер. Из-за активности Боко-Харам в одном только чаде недоедает около 5 миллионов человек. Люди живут на грани нищеты. Из-за страха за свои жизни они покидают дома, оставляют одежду, все. Мы в нашей организации пытаемся помочь, но для того, чтобы поддержать всех, у нас не хватает ресурсов. По данным Института экономики и мира, Боко-Харам является самой жестокой террористической группировкой в мире. На ее счету сотни нападений и тысячи жизнемирных жителей. Однако больше на слуху у людей террористическая организация Ирака и Леванта, благодаря черному пиару. Они громогласно берут ответственность за свои нападения. У них достаточно денег, чтобы изготавливать качественные видеоролики. Есть свой сайт и даже радиостанция. 17 июля в иракском бане Саад во время празднования Курбан-Байрама на базаре взлетел на воздух начиненный тремя тоннами взрывчатки грузовик. Тогда погибли 20 человек, еще 160 получили ранения. Ответственность на себя взяла ТГИЛ. Позже она заявила о своей причастности к теракту на борту лайнера, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Жертвами боевиков стали 224 человека, большинство россияне. Эта катастрофа не только унесла жизни 200 человек, но и разрушила жизни многих простых египетских рабочих. После теракта сюда перестали приезжать туристы. Я живу здесь с 2002 года и такую плачевную ситуацию вижу впервые. Так плохо не было даже во время революции. Моей семье сейчас очень тяжело. В этом году ТГИЛ отличились особой жестокостью. Экстремисты устраивали показательные казни. Так, за несколько дней до парижских терактов боевики расстреляли около 200 невинных детей. Все это сняли на видео и выложили в сети интернет. Однако огласку страшная трагедия получила только после французских событий. Парижские теракты, унесшие жизни более 130 человек, стали самыми кровавыми за всю историю Франции. Главных подозреваемых в их организации до сих пор не нашли. Салах Абдеслам, устроивший стрельбу на концерте в театре Батаклан, все еще остается на свободе. Страшная трагедия объединила страны Европы, которые приняли беспрецедентные меры безопасности. Мы обязаны уничтожить терроризм на корню. Это и есть наша главная цель. Для того, чтобы справиться с ним, мы должны применить всю нашу силу и возможности. В Турции в этом году также произошел самый крупный в истории страны теракт. 10 декабря во время протестов профсоюзов в Стамбуле прогремел двойной взрыв. По официальной информации погибли 102 человека. Еще 250 получили ранения. Аналогичные теракты, потрясшие нашу столицу, произошли и в Париже, в Мадриде и в Москве. Террористы угрожают всему миру. Их цель – посеять хаос и вселить страх в людей. Угроза терроризма вынудила страны мира создавать союзы и работать вместе. Совсем недавно сформировалась исламская военная коалиция во главе Саудовской Аравии. В нее вошли более 30 стран. Кроме того, 30 сентября Россия по просьбе президента Сирии Башара Асада начала наносить авиаудары по позициям боевиков Тегил. После парижских терактов к наземной спецоперации присоединилась и Франция, а следом – Великобритания. Одной из последних к Союзу примкнула Германия. Военные ФРГ начнут наносить первые авиаудары уже 1 января.